Субтитры делал DimaTorzok Так, теперь немножко поподробнее. Значит, вообще нокауты бывают разные, да, вот как Ранай сказал. Значит, нокауты бывают не по голове, а по корпусу. Давайте рассмотрим просто подробно, потому что тема нокаутирующий, значит, удар у нас. А говорить о нокауте вообще нельзя просто. Ну, просто типа нокаут и все. Потому что нокаут это что такое? Это либо потеря, это невозможность продолжать бой вообще. А причин для этого может быть как бы дофига, да, что называется. Это может быть потеря сознания, это несовместимые с жизнью даже травмы, это, ну, нарушение топорно-двигательной системы, там, перелом ноги, когда человек просто ползает, да, не может, например, уже вести бой. Это тоже нокаут, да, по сути. Это висцеральная сильная боль, когда человек вроде в сознании находится, но бой продолжает тоже не может полчаса, там, час. Это тоже нокаут. И поэтому говорить о том, что вот существует один какой-то нокаут и там один какой-то прием, чтобы нокаутирующий, да, об этом, ну, трудно говорить. Но как раз именно об этом и попытаемся сегодня провести вот эту нить. Дело в том, что давайте про удар поговорим. Удары бывают разные, да, то есть люди по-разному будут. Люди кондиционно бывают разные. Есть люди большие, ну, масса тела большая. Есть люди просто физически сильные. Есть люди, скажем, у которых очень длинные руки хлестки, там, удар. Есть люди маленького веса. И говорить о том, что все бьют одинаково, это нельзя, да. То есть если габаритному бойцу, который весит там за 100 килограмм, и там рука 15 килограмм весит у него, он может просто кинуть руку и просто попасть по голове просто рукой, даже не напрягая мышц, а просто выбросить ее, и просто попадет по голове, это все равно вот как отрезать руку, и эту руку просто кинуть в челюсть человека. Но только она будет жесткая. И будет нокаут. Это как палку кинуть, а торцом она попадает в челюсть, и будет нокаут. Это для габаритного бойца. А на человеку, у которого рука полтора килограмма весит, может этого не получиться. Опять же, очень много зависит от того, в каком состоянии рука находиться будет Будет она расслабленная, это будет одно Будет амортизация, будет куча демпферов Уже нокаута может не быть Это мы про голову пока говорим Будет она жесткая, это как торец палки Кинули копье, ну только без наконечника Попали куда-то в какую-то часть Будет очень больно, может быть даже нокаут Это для габаритных бойцов Они могут бить фактически просто выбрасывая руки Есть бойцы самсильные, которые просто мышечные, самсильные своих рук Могут послать, ну снаряд так Ну про руки дайте будем говорить На самом деле это все действует, на ног точно так же Самсильные мышцы послать так, что при попадании точно по месту Ну по органу, там точно, по солнышку, печени, там челюсть Будет тоже нокаут Но это как бы маловероятно для бойца легкого Значит есть удары, которые имеют точку киме Это точку концентрации То есть люди выбрасывают руку, ловят ее в самом конце, да где-то Ну по месту И тоже достигают удар, ну как бы силы большой Именно вот за счет гидродинамического сотрясения, про которое Таранай говорил Это третий вариант удара Четвертый, это варианты, ну когда про нос делают Это тайские варианты, ногами, голенями в том числе Когда проворачиваются даже люди То есть удар наносят, промазал, если провернулся То есть фактически берется нога И она всем телом, всей массой тела посылается таким образом Что вроде все мышцы тела выбрасывают ногу и ведут ее Это четвертый вариант Значит пятый вариант, это хлыст Это когда рука бросается, как будто веревка натягивается Камень, значит, ударяется на конце Это кнут Это даже подходит для бойцов легких Но у которых длинные тонкие мышцы Ну жилистые бойцы такие Это высокие боксеры Вот у них очень это хорошо получается То есть они тоже вроде просто выбрасывают руку с одной стороны Но происходит в конце вот эта вот точка киме И даже кнут, представляете, что на конце пенька находится тоненькая Вроде которая ничего не весит Но ей можно перебить арбуз Когда происходит хлыст вот этот вот Такой вариант Есть еще шестой вариант Шестой вариант Это когда вся масса тела Вся масса тела выбрасывается всей мышечной массой, которая есть Это прежде всего мышечная масса ног То есть мышцами все тело поступательно посылается по какому-то направлению Как правило по вектору приема Либо по касательной к вектору приема И этого бы было мало Очень важно, чтобы эта масса, вот этот вот импульс Не пропал Как это делается? Нужна очень жесткая конструкция, которая всю эту массу тела перенесет в мишень Если этого не произойдет Вот смотрите, бьете боковой там Я просто покажу Значит, ну вся масса тела пошла Тело пошло дальше, а рука не зафиксирована Жесткой трансмиссии нет И тело пошло дальше, а рука застопорилась То есть получается все То есть, в общем, что получается Погасился прием То есть стали бить Очень сильный, ну импульсы очень сильные Создали, тело пошло вперед дальше А рука затормозилась, потому что нету жесткой какой-то трансмиссии Это очень как бы характерно для боковых ударов И для тех ударов, когда рука согнута находится На прямом ударе это проще как бы гораздо Потому что есть, ну, замыкательные части какие-то Но не про это сейчас речь Вот я как раз именно хотел поговорить Про этот, сам шестой тип удара Почему к нему речь идет? Видите, что Вот эмпирически сам человек Из-за кондиций собственных Он себе выбирает сам способ удара Который больше подходит ему Люди сильные физически Они понимают, что он хорошо размахнулся Дал по башке Все замечательно получилось Так ему хватает Человек, который полегче понимает Что у него таким образом не получается Он это чувствует на мешке Он чувствует это в уличной драке Он чувствует это на тренировке Что бьет, бьет по корпусу, молотит Нету никакой это самое То есть, если он бьет просто быстро Кидает руки просто Ничего не получается И каждый находит эмпирически Сам для себя какой-то стиль приема Который в его случае работает Ну, лучшим образом Лучшим образом Вот Но на самом деле, понимаете С чем отличается эмпирический подход От подхода системного Это когда можно всех Вот прямо взять вас всех И научить бить одинаково сильно И маленького И большого Имеется ввиду Не количественно сильно Выбивать там всех По 700 килограмм удар А относительно пропорционально Масса собственного тела Чтоб удар был очень сильный Для этого нужен один Стереотипичный какой-то вид Ну, действие И просто принцип И когда вы этот принцип уже поймете Вы можете на тот Движок, который есть Эти принципы просто положить И в итоге будет у всех удар И одинаково сильно И боксеров И каратистов И стритфайтеров Которые вообще не занимались Абсолютно ничем Важен просто принцип Но это, конечно Но принципа мало Тренировка нужна, безусловно Именно в соответствии с данным принципом Так вот, посмотрите В чем Я буду говорить именно про шестой Как бы тип Вот когда Именно вся масса тела Посылается через Жесткую конструкцию Потому что Это ставит именно макивара Прежде всего А мы сегодня по ней будем Ну, долго говорить Чем это хорошо Дело в том, что удар Вот такого типа Он может наноситься И человеком, который медленно бьет И быстро бьет И человеком тяжелым И человеком легким И человеком С очень Сильными мышцами И человеком со слабыми мышцами Почему? А потому что Принципы достижения силы Здесь абсолютно другие Представьте У бревна Которая весит 60 килограмм У него нету способов развития сил У него нету мышечной силы У него собственной скорости нету Да У него нету ничего Но вы представьте Что на цепях висит бревно На цепях вот так В цепи висит бревно 60 килограмм всего лишь Это достаточно Легкого человека масса Легкого человека Да Ну, мужчина, как правило Больше даже весит Да И представьте, что Даже просто В темноте Кто-то движется И медленно, спокойно Прокрадывается И натыкается на бревно Скорость очень мала Там полтора метра в секунду Одна секунда Ну, то есть Там один метр в секунду То есть удар будет такой Что может быть нокаутирующий Представляете Один метр в секунду скорость Это очень медленно Почему? У бревна нету демпферов Нету пружин Которые поглощают энергию Это жесткая деконструкция И масса Вот эта вся С 60 килограмм Она вся Единовременно Через жесткую деконструкцию Проходит В какую-то часть тела То же самое будет В ребра Это можно ребра сломать А теперь представьте Что бревно качается Со скоростью 3 метра в секунду 6 метров в секунду Быстрее Оно вроде еле-еле качается Но если грудину залетит То там Ну, в кварце и будут жить потом Дырка будет Вот В этом И в этом, собственно говоря, суть Ну, и Видите, то есть Скорость Она не сильно важна Важна Жесткость, да? Жесткость И масса То есть Когда вся масса В снаряде Которая есть Через жесткую конструкцию Без амортизаций Значит, вся передается На мишень Нормально Время То есть, нормально По времени Так Вот Смотрите дальше Что Значит, получается Что два звена Есть основных Это надо Всю массу тела Послать На мишень И Эту массу тела Вот Скажем так Импульс Занести Через руку Через ногу Ничего не потеряв То есть Надо выработать Эти две части Чем вы, конечно Быстрее, по сути, конечно Кинете ногами Массу тела Тем будет лучше Но я говорю, что Любой Вот абсолютно любой Просто боец Используя эти два Принципа Он из своего тела В ударе Может выжать все Потому что Вы слышали Ну, наверняка Что всю телу Всю массу тела Нужно вкладывать в удар Это все говорят Это боксеры Все Всю массу тела Вкладываем в удар Удар идет от бедра Но об этом только говорят А как это поставить Мало кто его сам знает И все пытаются по-разному Но и этого мало Потому что Тело выбросить в удар Можно очень сильно Но не донести Представьте Смотрите Копье Копье Это Именно Ну, наконечник сам Да? И древка А копье К этому древку Крепится на пружине Которая вот так болтается Если на человеке Хотя бы Кольчушка Мало-мальски Дохлая будет Этим копьем Его не проколоть Никогда Ну, почему? Потому что Этот демпфер Всю силу Сколько удара Поглотит И это растворится Весь удар Вот в этом демпфе Просто растворится Если же Это соединение Будет жесткое Если само копье Будет жесткое Оно не со льда Будет Это будет действительно Крепкая сталь То же самое На кулак мерить Это копье Это соединение А это копьевище И так далее А это вся масса копья Если соединение Будет жесткое И вся масса Пойдет туда То вы разрушите Противника Для любого члена И 60 кг он весит Это бревно 60 кг 100 кг 100 кг Соответственно Пропорционально Выше силы будет удара Но принцип один и тот же Если же легкий человек Просто руку бросать будет Это слабо Сильный человек Это посильнее будет Но максимальную силу Из удара Можно будет Извлечь Только когда Будет Вот именно Принципы Вот эти соблюдены Тактика диктует то Что для того Чтобы получить Какое-то преимущество Тактическое Вы можете разные Способы применять Но если вы знаете Базовый принцип И наработали его То даже просто Выбрасывая руку Вы конечно И в фазе Так зафиксируете тело Что демпферов не будет Потому что Вы это наработаете А теперь про нокаут Да про сам Понимаете Дело в том Что одно дело По челюсти щелкнуть Это чуть-чуть Достаточно контакт Вот так вот Вам Хорошая фаза Вы попали Сотрясли Другое дело Лоб Да Одно дело В пресс просто попасть Или по Или по левым ребрам Потому что там органы Далеко там условно говоря Находятся А другое дело По печени попасть Или по желудку Когда прямо на поверхности Вот органы находятся Это разные вещи Так вот И понимаете Суть В чем Именно постановки Шестого типа В том Что в любую часть тела В любую часть тела Вне зависимости Голова Это или корпус Если вы наносите Подобный удар Ну бревном Вот так вот Вы достигнете Именно нокаутирующей цели Если же вы будете Бить по разным частям В разном стиле То во время поединка Вам некогда Принять решение Будет о том Что надо Вот в эту часть тела Ударить Так В эту часть Так В эту часть Так В эту Так Это может Себе позволить Человек Который занимается Вскусственными Всю жизнь По 8 часов в день Он такой цели Добиться может У него Это все переварится Потому что Он там занимается 20-30 лет И в итоге Будет эффект Человек Который хочет Быстро научиться Нокаутировать Должен выбрать Для себя Один Очень легкий Понятный Значит Путь То есть поставить Вот однотипный прием Вот на принципах Таких базовых И тогда не важно Куда вы пойдете По голове Бревно пронесет Насквозь В ребра Не пронесет Оно проломит Точно так же То есть понимаете Скажем так Система Она из Скажем так Искусства Она выходит В рамки науки То есть вы конкретно Уже сам знаете То что сделать должны Когда вы просто Что-то Ну с импровизацией Ну действуете То вы Можете по голове Попасть нескораз Противника Поставите синяков Там выбьете зубы Сломаете нос Но если у вас есть Базовый принцип И вы занесете в голову Точно так же Как по макеваре На 20 сантиметров дальше И в корпус Так же занесете И в ногу То вы разрушите противника То есть Вы достигнете Вот одного из тех эффектов Да Который И нокаут делают Либо разрушение Органов Либо переломы костей Либо сотрясение мозга Либо висцеральная Сильная боль Либо шоковое состояние Либо несовместимый С жизнью травма Либо там Остановка сердца Либо что-то еще Остановка дыхания То есть Если удар Вот обладает Такими свойствами Он какого-нибудь эффекта Обязательно достигнет При попадании По любой части тела В ногу попали Понимаете Это как Как из пистолета Пуля Куда бы ни попали Будет нокаут То есть Человек уже дальше Продолжать не сможет Бой Вот так вот А если для головы у него Там резиновая пуля А для корпуса Там Ну Стрела с подводного ружья Понимаете Это менять оружие некое У вас У вас должен быть просто рожок Да Ну Автомат стали И там одинаковые патроны И каждый удар Что в голову Что в корпус Должен иметь одинаковые свойства Вот эти вот То есть он должен обязательно Пробивать Вся масса тела залетать И заноситься Жесткой конструкцией Тогда куда бы вы ни попали Ваш оппонент будет разрушен Если коротко То вот так А как это ставить Это на макеваре Должен иметь одинаковые Как это донат Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Продолжение следует...